Покупай, ремонтируй, продавай, меняйся айфонами в выгодном, дом айфонов.ком, ссылка сверху в описании. Всем привет, с вами Полтем, в этом видео мы поговорим о игре NaviField, которая была в топе приложений, я хотел сделать обзор. Вам идея понравилась и NaviField это экшн-симулятор морских сражений Второй мировой войны. Итак, ребят, в самом начале вы можете выбрать одну из пяти сторон конфликта, это СССР, США, Англия, Германия и Япония. Далее вы можете нанять своего капитана, то есть выбрать картинку, дать себе имя и создать свой первый корабль. К слову, в игре огромное количество кораблей, это более 100 аккуратно восстановленных исторических кораблей с уникальными характеристиками. То есть один корабль не похож на другой, у каждого есть свои преимущества. И соответственно нужно зарабатывать все больше и больше денег, чтобы покупать эти самые крутые корабли. Далее вы можете выбрать один из режимов игры, это онлайн игра, где вы можете играть с другими игроками. Также компания, где за выполнение разных заданий вы будете получать деньги. И выживание, где вы должны продержаться как можно дальше. Давайте посмотрим на режим компании, уровней довольно-таки много и с обновлениями разработчики будут добавлять все новые и новые левелы. Я говорил это в выпуске топ-приложений, скажу это еще раз. Очень понравилось управление, оно очень простое и логично понятно. Поворачивая штурвал, вы разворачиваете ваш корабль и также можете дать полный ход, либо полностью остановиться вашему авианосцу. Таким образом вы должны на карте найти вашего соперника, благо есть радар, ну и соответственно уничтожить его. Это могут быть различные корабли по своей сложности, это могут быть большие и малые военные, подводные лодки, авианосцы. Также вы можете управлять и самолетами. То есть диапазон техники, которая присутствует в данной игре, очень большая. И знаете ребят, действительно управление это важная штука, потому что если оно удачное, вы будете возвращаться и возвращаться в игру снова и снова. Если же управление было бы плохим, неудобным, то и играть бы не хотелось. Здесь с этим все в порядке и очень круто, что все элементы на карте двигаются. То есть это морской бой, но в движении, так сказать. Кроме того, у ваших кораблей имеются специальные возможности, вы их можете быстро отремонтировать, это кнопки внизу, либо пусти дымовую завесу, чтобы скрыться от вашего оппонента. Так же, как когда вы играете в одиночной кампании, вам могут приходить вызовы в онлайн бои, как мне сейчас, и вы сразу же можете переходить в онлайн и играть там с другими игроками. Это будут короткие сессионные онлайн бои на различных картах до 64 игроков. То есть и аудитория в этом приложении также огромная, скучать на картах не придется. Онлайн есть онлайн, здесь играют сложнее, игроки более умнее, чем какой-то компьютер, и наш корабль начинает потихоньку рушиться. Соответственно, мы его можем отремонтировать, как я говорил ранее. В общем, ребят, рекомендую поиграть в эту игру, также добавить меня в геймцентре, возможно, подписаться на инстаграм, вконтакте и в твиттере, чтобы мы с вами могли устраивать бои в различных играх через геймцентр. На этом можем закончить. Игра абсолютно бесплатная, ссылку вы найдете в описании к этому видео. А с вами был AppleTip. Все впервые подписывайся на канал, ставь свои пальцы вверх, делись этим видео с друзьями, не забывай о яблочках. Пока.